Извините, убить никого нельзя, потому что неубиваема реальность, но происходит некая иллюзия, понимаете, и человек принимает эту иллюзию за реальность, вот в чем ужас, но это всего лишь действительность. Понимаете, Пьер Безухов смеется над французами, вы хотите отнять у меня мою бессмертную душу? Нет, не получится, ребятки, понимаете, он смеется над их действиями, Иисус умирает, Иисус живет. В этом смысле, понимаете, немножечко меня колет, колет немножечко христианские такие догматы, постулаты, понимаете, потому что вот это наша немножечко истеричная проповедь воскресшего Христа, а она истеричная, да-да-да, потому что она из страха, она из страха смерти. Кто боится умереть? Маленький, да-да, а вечный большой не боится умереть, понимаете? Иисус не умирал, потому что реальность не может умереть. Форма изменилась, простите, она изменится у каждого из нас. Обстоятельства, они были такими, какими они были. Иисус не умирал ни в один момент. И в то же время смерть присутствовала. Но надо идти глубже, смерть – это часть жизни. Зачем кричать об этом на каждом углу? Это не так важно. Понимаете, мы сделали это так важным, но на это у нас были причины, потому что мы хотели проповедовать жертву и так далее. Все-таки, на мой взгляд, жизнь Иисуса представляет собой гораздо более интересную вещь, чем его смерть. Смерть у него была обыкновенная. А смерть не бывает необыкновенной. Она всегда обыкновенная. Скажите, может быть необыкновенной смертью? Нет. Это просто смерть. Это нормальное явление, физическое. Человека убили. Да? Ну и что? А вот жизнь Иисуса представляет огромный интерес. Кто он? Понимаете, кто он, человечек, который смелится в иудейском сообществе говорить «Я и Отец одно». Это смело, ребятки. Он говорит «Я – великое я». «Я – реальность», он говорит. «Я – путь истины и жизнь». Крут сказал. Для чего это сказал? Для того, чтобы каждый из нас это смог повторить. А вовсе не для того, чтобы по всему миру разнеслась проповедь об особенном. Извините, если я сейчас буду говорить какие-то вещи, которые кого-то будут соблазнять. Я вас предупреждал. Там предупреждал. Понимаете? Но, однако, я в этом вижу большую болезнь. Я позволю себе это сейчас говорить. Хотя не знаю, умею ли я на это право, нужно ли это. Понимаете? Но это болезнь иметь Бога-человека на этой земле. Одного. Особенного. Понимаете? Особенный Бог-человек – это из пантеона. Как хотите, но это из пантеона. Это из мировоззрения. Это из каких-то теорий. Потому что реальность, она вот здесь и сейчас. Я могу посмотреть на каждого из вас и смело вам сказать. Господь мой, Бог мой. Ты, Бог мой. Ты, Бог мой. И в каждом из вас. И я нисколечки не лукавлю и не красуюсь. Я действительно обращаюсь к Божественному Я. И меня не смущает это. И в то же время я скажу тебе о прекрасной человеческой индивидуальность, о прекрасное воплощение вечного, божественного. Как это красиво. Почему это меня должно смущать? Вы понимаете? Однако же, как это смущало иудеев? Когда Иисус говорил, что Он Себя Сына Божия сотворил. Помните? Его за это убили. Нельзя Себя Сына Божия делать. Вы что? А кто же ты тогда? Я? А вот тут другая вещь. Извините, что я ее произнесу сейчас. А вытворение. Вот непонятное слово. Понимаете? Вытворение рук Творца. Понимаете? И вот когда мы это произносим, ну уж, вот, я не знаю, что делать. Понимаете? Я тут немножко с Моисеем, как бы вот, может быть, мы не так понимаем его. Не знаю. Но для меня это представляется очень важным. Понимаете? Нет. Я проявление. Я проявление Творца. Нет. Слово Творец давайте вообще опустим. Ну, его соблазнительное оно. Я проявление. Точка. Я проявляюсь. Дух говорит, я проявляюсь в теле. Точка. А когда Бог сотворил, это подразумевает некого Бога, отдельно стоящего, обособленного. Вспоминаем обособленном маленький ум, который творит себе подобных. Обособленного. Уже маленького, кстати. Он уже маленький. Если он обособлен в хоть каком-либо качестве, он уже маленький. Так мы, извините, Бога маленьким сделали. Вот. И вот этот маленький Бог что-то там творит. А мы с вами, земля, и вот совершенно непонятно, понимаете, где тут расшифровка, что ж такое душа-то наша. Которая, кстати, вот по каким-то невероятным совершенно возможностям до Христа не существовала и не воскресала, а после Христа все-таки воскресилась. Ладно, я понимаю, что все это, вот, вот, не хочу оспаривать картинку. Для меня важна реальность. Вот для меня лично важна реальность. Реальность та, которая вот в этот момент я вижу перед собой. Я, которое проявляется. Я счастлив этому. Вот.